Привет! Ваша приставка закипает, греется и плавится? По крайней мере вы так думаете. Тогда это видео для вас. И я, Бабл, на канале Технозон, расскажу вам, что же такое нагрев, является ли он нагревом, стоит ли ее охлаждать и в каких случаях стоит ее охлаждать. Те, кто следит за моим каналом, знают, что после каждого обзора каждой приставки на моем канале появляется тысяча вопросов в комментариях, а греется ли эта приставка. Я постоянно пытаюсь уйти от ответа на этот вопрос, потому что он всего лишь один. И этот ответ таков. Они греются все. Но вот стоит ли их охлаждать и насколько это страшно? Давайте разбираться дальше. Но перед тем, как разбираться, я хочу вам сказать сразу самое главное резюме этого видео. 99% случаев охлаждения приставки не требуется вообще и делать его не нужно. Вот если вы мне поверили, тогда просто выключайте это видео и живите дальше счастливо со своей ТВ-приставкой. А вот если нет, ну тогда давайте смотреть дальше и смотреть, что у нас получится в сегодняшнем видео. Давайте немножечко из теории. Дело в том, что очень часто люди думают, что их приставка нагреется настолько, что она расплавится, что она сгорит, либо у нее что-то внутри отвалится. На самом деле это не так. Обычно в производстве этого приставок используется АБС-пластик. Так вот, рабочая температура пластика такого типа составляет 105 градусов. И только после 105 градусов наступает температура размягчения. Это всего лишь размягчение. Это не значит, что он уже плавится. А температура плавления такого пластика составляет 380-395 градусов. Что же касается печатных плат, то рабочая температура материалов печатных плат составляет в среднем 105 градусов. А это значит, что они могут работать и выше, так как это всего лишь средний показатель. Но люди продолжают упорно опираться на какие-то слухи. Так вот, для начала, чтобы понять, нужно ли делать какое-либо охлаждение для вашей приставки, нужно понять, на какой температуре она начинает сбрасывать свою производительность. Именно производительность является камнем преткновения. Все-все-все слышали о троттлинге. Да-да-да, есть такой процесс снижения тактовой частоты процессора вследствие его нагрева. Обычно среднестатистический пользователь даже не замечает, с какой температурой работает его приставка, пока он не наткнется на роли какого-нибудь ютюбера, который пилит активное охлаждение с ватокенным вентилятором. Своей приставки выпиливает какие-то дыры, сверлят какие-то отверстия для лучшей вентиляции. Вот когда он наткнулся, то все для него становится ясно. Он скачивает первую попавшуюся программу типа AIDA64, видит температуру 80 градусов при просмотре видео, и все, у него истерика, у него шок и паника. Но при этом эти злостные ютюберы не рассказывают простому обывателю, что 80 градусов для многих процессоров это обыкновенная рабочая температура. Я далее в видео покажу тесты, я далее в видео покажу троттлинги. Но знающие люди сразу скажут, стоп, 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 ведь температура процессора, которую показывает какой-то там датчик на поверхности процессора, совершенно не означает, что такая же температура и в ядре процессора. Обычно, если на корпусе процессора температура достигает 90 градусов, то в ядре она может и не достичь даже 70. Поэтому бояться за то, что сгорит процессор уж точно не нужно. А теперь о пресловутом троттлинге. Да, он существует. И в каждой приставке, в такой, либо в такой приставке, существуют датчики температуры, которые настроены на определенный температурный диапазон. В среднем этот температурный диапазон от 0 до 80 градусов по Цельсию. Но что же это значит, до 80 градусов по Цельсию? Это значит, что она потом перестанет работать? Да нет, она просто после 80 градусов сбросит свою производительность всего лишь на небольшой процент. Это не значит, что она сразу же начнет тормозить, как сумасшедшая. Нет. Это всего лишь значит, что если при 100% загрузке процессора температура его превысит порог 80 градусов, либо тот порог, который установил производитель процессора, то производительность процессора упадет ровно настолько, сколько необходимо для охлаждения температуры процессора до порогового. То бишь, до 80 градусов. А теперь вот апофеоз этого всего дела. Это то, что при ежедневном, обыкновенном использовании приставки, то бишь, просмотры YouTube, просмотры онлайн-видео, просмотры сериалов, я не знаю, какие-то мелкие развлечения, приставка никогда не работает на 100% своей мощности. И она не набирает того температурного режима, необходима для троттлинга. Но больше всего меня поражает пример, как команда Xiaomi решила проблему с перегремом Xiaomi Mi Box 3 пресловутом, в котором стоит, кстати, процессор iM-Logic S905. Ведь тут нет ни диффузоров для какого-то охлаждения воздушного. Она достаточно тяжелая, там есть радиатор. Но вентиляцию у нее оставляет желать лучшего. Все на самом деле просто. Они сделали хороший теплоотвод и просто вырубили доступ к датчику температуры, для того, чтобы люди не сходили с ума. Да-да-да, если вы загрузите из Play Market, Xiaomi Mi Box 3, iDo 64, вы там не увидите температуру. Вы там увидите температуру батареи в 42 градуса. В принципе, некоторые выключают, смотрят температуру батареи, считают, что это температура процессора, и со спокойной душой пользуются ей дальше. Ну вот как-то так. И она тоже греется, и она тоже трогает, но на это все забили. Поэтому, ребят, смотрим мое видео. Не забываем, что у нас появились группы ВКонтакте и Фейсбук. И если вы подписываетесь, то там есть очень-очень-очень много различных купонов, акций и всего остального. А также в описании под видео вы найдете очень-очень много интересных видео с разными моими приставками, где их можно купить по очень дешевым ценам. Ну а мы с вами берем наши приставки, берем все, что нам необходимо, и идем проверять нагрев этих самых наших приставок. Так что взяли и поехали! Все-все-все, друзья, мы включились. Мы начнем с H96 Pro. Здесь восьмиядерный IMLogic S912 процессоров. И все ядра этого процессора работают на частоте до 1 ГГц. Вот мы видим все 8 ядер. Сейчас загрузка процессора никакая. Для того, чтобы нам понять, нужно ли охлаждать приставку, нам необходимо установить две программы. Первая это CPU Monitor, CPU Monitor, как некоторые говорят. Есть она в Play Market в стандартном. Обязательно в настройках включаем Status Bar Flooring Window. Оно включает просто здесь показания температуры вверху. И нам нужен CPU Throttling. Это программа, которая позволяет загрузить процессор и посмотреть, насколько он троттлит. А в паре эти две программы покажут нам, при какой температуре будет падение производительности. И стоит ли вообще охлаждать данную приставку. Сейчас в температуре покоя мы видим 58 градусов. Ну, я не знаю, некоторые скажут, мы добивались 40, мы добивались 30. Но вот главный вопрос. Надо ли это делать? Заходим в CPU Throttling и просто стартуем тест. Так вот, что мы видим? Мы видим на старте, что частота процессора у нас сбрасывается 100-90 градусов. 190. И это температура 68. Мы видим, как она растет сейчас. Сразу же начала расти. Давайте посмотрим, что произойдет у нас со сбросом частоты, когда она достигнет, например, 75. И вот мы видим 77 градусов и амплитуда сброса частоты процессора падает. То есть она не падает уже до 90%. Вернее, частота не падает до 90% от номинальной. И мы видим, как работа процессора выравнивается. И вот на 78 градусах он просто работает ровненько в районе 100%. Вот наш процессор достиг рабочей температуры, которая заявлена производителем. Это вот до 80 градусов рабочая температура. Давайте учитывать, что это 100% загрузка процессора. Все. Мы дождались с вами. Вот на четвертой минуте мы понимаем, что при достижении 80 градусов срабатывает дача температуры. И процессор начинает троттлить. В данном случае троттлинг он просто незаметен. Он сбрасывает частоту до 83% от номинальной. И температура будет держаться на 80 градусах. Давайте погоняем еще минут до 10 хотя бы, для того, чтобы понимать, упадет ли троттлинг, будет ли троттлинг еще больше. И поднимется температура больше 80 градусов. Вот мы подбираемся к 10 минутам и мы понимаем, что при нагреве до 80 градусов наша приставка потеряет в производительности каких-то там 12%. И все. И ниже 82-83% от производительности она не упадет. И как только мы выключаем перформанс тест, мы сразу видим, что температура у нас 78 и она сейчас начнет резко снижаться. 70. Пожалуйста. То есть, если вы ее нагрузили на 100% и она у вас упадет на 12% производительности, то это, ну, блин, вообще ни о чем. То есть, ее фактически охлаждать не нужно. Вот наша приставка в состоянии покоя, она дает 60 градусов. 60 градусов это ее нормальное состояние покоя. Я знаю, что некоторые кулибины лепят вот такие вот вентиляторы под размер диффузоров, подбирают снизу. Некоторые лепят вот такие вот 120-ки, ну, просто как подставки ставят, ставят их на ножки, ставят как подставки и считают, что это их как-то будет охлаждать. Некоторые лепят поменьше на один диффузор для того, чтобы в один вдувало и с другого выдувало. Ну, это тоже бред. Я вам честно скажу, мы сейчас можем даже провести эксперимент. Кстати, в состоянии покоя приставка сейчас уже показывает 59 градусов. Давайте попробуем загрузить, например, какое-нибудь онлайн-видео, там, Cartoon HD включим. Вот у меня, кстати, здесь фильм проигрывается. Так, вот у нас прошло 10 минут. Вот, получается, она нагрелась всего лишь на 1 градус. То есть, мы понимаем, что для того, чтобы она начала тормозить, ее надо нагреть, тормозить при этом всего лишь на 12%, ее надо нагреть до 80 градусов. Вот опять 62-61. Ну, я не знаю, что на ней нужно делать. Ну, кино так уж точно ее не затормозит. Ну, вот, YouTube ее нагревает немножечко сильнее, потому что здесь и качество получше. И посмотрим, он, по идее, должен разогреть градусов до 70-72. И вот я хочу вернуться к тому вопросу, что люди говорят, у них приставка тормозит. Но у нас на температуру может влиять не только температура самой приставки, но и фоновые процессы, которые здесь запускаются. Для того, что Android, который в приставках, он немножечко не оптимизирован. Поэтому для того, чтобы нам немножечко уменьшить количество фоновых процессоров, то мы заходим в обустройстве. Мы заходим на сборку и начинаем клацать на нее. Все, ну, у меня уже есть статус разработчика. После там 6 или 7 раз проклацывания мы получаем статус разработчика. У меня здесь такой интерфейс, я вам сейчас еще покажу на другой приставке другой интерфейс, и вы поймете, о чем идет речь. Давайте перейдем, у нас должна появиться в меню пункт для разработчиков. Заходим в раздел рисования. Мы делаем переход масштаб, делаем в данном случае, вообще я люблю отключать анимацию, скорость анимации без анимации. И окно масштаб мы тоже включаем без анимации. Это достаточно сильно снижает нагрузку на центральный процессор, в принципе, как и температуру. И плюс мы заходим в раздел приложения, и в лимит фоновых процессоров, и ставим не более одного процессора. Объясню, почему не более одного процессора. Потому что, если вы используете A-Stream Engine, то у нас этот A-Stream Engine должен висеть в процессе однозначно. Ставим не более одного процесса. И вот мы видим, что у нас температура уже сразу стала 58 в состоянии покоя. И работать она будет, поверьте, намного быстрее. Так что вывод наш такой, что давайте перед тем, как пилить какое-то хрен пойми какое охлаждение, мы поймем, нужно ли охлаждать данную приставочку. То есть мы поняли, да, используем CPU Monitor, CPU Throttling, выясняем до какой температуры она греется. И потом следим за температурой в обыкновенных приложениях, и понимаем, если она не нагревается, то мы не заморачиваемся с охлаждением. Вот данную приставку H96 Pro, в частности H96 Pro Plus, ссылочки на которые у меня есть в описании, мы не будем охлаждать. Они не греются до критичных температур и вообще не греются на самом-то деле. Мы эту приставку откладываем, но у нас есть примеры, когда есть более слабые приставки. Например, на процессоре ROG Chip 3229. Он действительно будет греться сильнее, потому что тепловой пакет у него немножечко другой. И техпроцесс немножко другой, да и послабее он. То есть его нагрузка до 100% будет доходить чаще, чем на мощном восьмиядерном процессоре. Кстати, мы в окошечке можем увидеть, что температура при ограничении фоновых процессов достигла 56 градусов на H96 Pro. Поэтому давайте включать сейчас AlphaWise. И мы посмотрим, насколько сильно он греется, троттлит и попробуем решить проблемы с ним. Я не говорю, что мы не будем радикально что-то уменьшать. Температуру, но давайте поймем, нужно ли эту приставку, например, охлаждать. Вот представитель бюджета в районе 30 долларов. И как бы тоже есть убеждение, что они очень сильно греются и сильно тормозят. Только из-за того, что вот так вот с ними все плохо. И там с охлаждением все не очень хорошо и процессоры слабые. Теперь заходим в МАЭРС. У нас уже установлен здесь CPU-монитор и CPU-троттлинг. Заходим в CPU-монитор и видим, что у нас температура какие-то сумасшедшие 82 градуса. Чтобы вы понимали, у этой приставки достаточно малые диффузоры. И да, вот она имеет такую проблему. Но при этом эта температура сейчас упадет. Она не будет держаться 80 градусов. К тому же в ней стоит тоже датчик от 0 до 80 градусов. Давайте сейчас запустим CPU-троттлинг и посмотрим, какая температура нам нужна для того, чтобы эта приставка не троттлила. И вот мы с вами увидели очень интересную картину. А картина здесь такова, что поначалу она затроттлила. Просила до 40% производительность процессора. Потом троттлинг уменьшился. И в процессе нагрева наш троттлинг тоже уменьшился. То есть она начала работать в 80-90-100% от номинальной частоты процессора. И мы сейчас имеем какую-то стабильную работу на 95 градусах. И как бы вот 97 градусов. И как бы вот она не троттлит. А вот теперь объясните мне. То есть есть у нас высокая температура. Она не сильно горячая. Она не поплавится. Она не сгорит. Она ничего не сделает. То есть для того, чтобы сбросить какую-то критичную для этого процессора температуру. Она будет немного потроттливать. До 70% это вот железно. Но она работает стабильно. То есть нужно ли нам ее охлаждать. При том, что она на ощупь не сильно горячая. Показывает 97 градусов. Я вам объясню в чем вопрос. Вопрос даже не в том, что она очень сильно греется. Троттлинг на старте связан с проседанием производительности из-за слабости самого процессора ROGC-Chip 3229. И плюс температура здесь показана немножечко выше, чем есть она на самом деле. Потому как датчик температурный здесь расположен немножечко не так, как расположен в других приставках. То есть мы видим, что температура, когда достигает 97-98 градусов, она начинает троттлить. И вот она опять вырастает. Сбросила эту температуру, опять она вырастает до 100. Но по идее ее нужно охлаждать. Если вы хотите загрузить данный процессор до 100%. А вот теперь давайте попробуем ее оставить в покое. Она наберет свою рабочую температуру в состоянии подпокоя. И попробуем загрузить ее теми приложениями до состояния троттлинга до 98 градусов. Мы видим, что здесь с учетом погрешности того, что датчик расположен неправильно. Зачастую так и есть в ROGC-чипах. И они показывают нереальную температуру. Потому что иначе бы она сейчас троттлила до красного. Это железно. По спецификации данного процессора температура при 80 градусах. Датчик включает полный троттлинг и падает вообще производительность до 50%. Но мы этого не видим. Мы видим, что она работает якобы на 98 градусов. И она не такая горячая, например, как тот же H96 на температуре 80 градусов. Вот такой вот нонсенс. Но давайте пробовать. И вот мы видим, что температура якобы 83-84 градуса. Она упадет ниже 80 до 100%. Но давайте попробуем заставить ее троттлить. Вот дойти 100 градусов, допустим, на простом YouTube. Проигрывает и не тормозит, ребят. Оно не тормозит и тормозить не будет. То есть нагрузить процессор до состояния троттлинга при обыкновенных задачах на бюджетных. А мы напомним, что это очень бюджетная приставка. И здесь вот стоит процессор ROGC-Chip 3229. И нагрузить его на 100% для того, чтобы он затроттлил. Ну, откровенно вам скажу, при повседневных задачах, типа просмотра видео, просмотра телевидения, просмотра YouTube, ну, невозможно. Играть мы на ней не будем, потому что мы знаем, что приставка за 30 баксов. Но давайте смотреть в глаза. Все-таки для тех, кто хочет ее охладить и считать, что эти температуры для нее высоки. Давайте ее, чертовой матери, разберем и посмотрим, что там внутри. И что мы будем с этим делать. Поэтому я предлагаю вот сейчас просто перейти на разборку ее и попробовать как-нибудь охладить. Ну, как-то так. Я вот ее отключил. Давайте мы ее разберем. Разбирается она очень-очень просто. Отделяются ножки. И здесь вот 4 шурупа или винтика. Как их назвать, не пойму. Вот мы ее раскрутили. Снимаем крышку. Видим черную плату. Она просто поднимается. И мы видим здесь вот такой вот радиатор. Если кто-то думает, что данного охлаждения недостаточно, возможно, вы и правы. Хотя она не сильно-то и нагрелась. Нет здесь 100 градусов. Я спокойно прикасаюсь пальцем. Но неужели вы думаете, что китайцы, собирая столь дешевые приставки, не могли бы потратить еще, допустим, там каких-то пару долларов. Да каких пару долларов? В Китае на производстве стоит этот вентилятор 15 или 20 центов. Чтобы вы понимали. Это знаю точно. Не могли бы, ну, здесь взять более тоньше. Не могли бы его на радиатор припилять. И он бы работал шикарно. Даже этот вентилятор, если просто положить, он опустит температуру порядка 7-10 градусов. Но давайте мы все-таки пойдем по порядку и попробуем припиндерить к нему какую-нибудь фигню. Если честно. Я почему-то говорю, потому что это вот то занятие, которым заниматься не нужно. Мы можем использовать вот такой вот теплоотвод от старого ноутбука. Можно использовать старый радиатор. Некоторые псевдознатоки режут металлические пластины и клеят их на суперклей с каким-нибудь теплоотводом, типа термопасты. Ну, вот мы взяли термопасту КПТ-19 алюминиевую. И для начала я предлагаю к ней пришпиндерить, конечно, вот такой вот радиатор. Нанесем немного термопасты, размажем. Не бойтесь здесь ее переборщить. Если она не будет выходить за пределы радиатора, то ничего страшного в этом не будет. Ну, ее просто так присадим плотненько этот радиатор. Вот, в принципе, если он у нас в таком виде сработает, то кто-то может взять себе, приклеить этот радиатор сюда. Не обязательно что-то сверлить, не обязательно вы можете сделать подкладочки, приколупать его. Не знаю. Я таким не занимаюсь, поэтому мы пока уберем это в стороны. И вот в таком варианте включим и посмотрим ее температуру с вот таким вот радиатором. Все, мы запустили ее в таком состоянии, в разобранном. Сейчас зайдем в CPU-монитор, в CPU-монитор и посмотрим, что у нас получилось. А получилась у нас вот такая вот картинка, что температура в состоянии простоя с дополнительным теплоотводом показал сразу же 64%. Даже вот 64 градуса, даже вот упал 58 градусов. То есть этого достаточно. То есть бесплатный какой-то радиатор. И все, вот 54. Она у вас охладилась. Не нужно делать вот такую вот фигню. Не нужно, ребят. Это просто никому не нужно. Не нужно клеить какие-то пластины медные. Это тоже их вырезать. И, в принципе, у вас все работает. Давайте стартанем тест. Вот. А вот теперь мы видим картинку, да, что при отсутствии данного радиатора у нас процессор на максимальные обороты выходил быстрее и работал он ровнее в плане производительности. Мы сейчас троттлим. Мы троттлим. Мы реально троттлим. Нам показывают везде красное. При том, что мы даже не достигли какой-то вот температуры, я не знаю, рабочей. То есть у нас сейчас 69 градусов и приставочка по чуть-чуть троттлит. Она, конечно, выйдет сейчас на температуру, когда нагреется. Это вот тот нонсенс, который я вам пытаюсь показать, что не нужно к ним лепить то, чего им не надо. Потому что они не рассчитаны на работы на низких температурах. Вот, пожалуйста, все эти. Процессор набрал, вот он начал работать более-менее после 70 градусов. Это нонсенс. Вы можете лепить сюда все, что хотите. Хотите, я сейчас уберу этот радиатор, он будет работать точно так же ровно. Сейчас мы его отлепим. Потому что он приклеивается очень круто. Вот он сейчас пойдет нагреваться сразу же. Потому что теплоотвод такой достаточно сильный. И вот только при достижении 80 градусов мы видим исчезновение троттлинга без какого-то дополнительного охлаждения. То есть он свои 10 еще наберет, когда мы его закроем в корпус. Он сейчас наберет. Потому что тепло, я вам честно скажу, он выделит столько же тепла. Вы хоть влепите такой вот вентилятор. Сейчас на него вместе с каким-то радиатором он будет выделять одинаково тепла. Он просто это выделит с вентилятором быстрее, а без вентилятора медленнее. Поэтому, ну, рассказывать, что он не будет греться, он будет греться точно так же, как с вентилятором, либо без. Просто с вентилятором тепло отводиться будет быстрее. Все, наша приставка собрана. Включим наш CPU-монитор. Мы видим 69 градусов в собранном состоянии. В принципе, это то, чего я ожидал. Потому что здесь вентиляция будет хуже и диффузоры достаточно маленькие. Но мы уже ничего сверлить не будем. И вот мы с вами видим картину того, что я говорил, что при таком вот охлаждении, да, мы поставили, она не нагрелась выше 80 градусов. Но мы имеем жуткий троттлинг. То есть он не вышел на рабочей температуре. И вот сейчас мы имеем абсолютно тормозящую приставку, от которой надо откручивать, сейчас это все разбирать и вытаскивать это охлаждение в виде пластины, в виде вот таких вот радиаторов и всего остального. И вот мы с вами увидели более-менее зеленый график, когда она смогла нагреться до температуры выше 82 градусов. К сожалению, это правда. Я не видел еще нормального ни одного видео про нагрев приставок. Там, где говорилось бы, что вот при охлаждении они проводили троттлинг-тест и после охлаждения они проводили троттлинг-тест. Но вот мы видим, что 84 градуса и она работает. И работает, она выдает практически 100-90% своей рабочей мощности. Пока она не набрала 82-83 градусов, она троттлила и мы это видим по графику. Ребят, ну все, я предлагаю перейти, сделать выводы и в принципе закончить данное видео. Ну вот, дорогие мои, что и требовалось доказать. Если нужно охлаждать приставки, то не нужно их охлаждать активными какими-то кулерами. Достаточно сделать теплоотводящую пластину, либо старый радиатор от старого ноутбука, который вообще ничего не стоит. Бутылку пива на радиорынке на разборке этих самых ноутбуков. Во всяком случае, не нужно так морочиться, как морочатся многие ютюберы и прям выпиливают целые дыры, сверлят эти приставки. Мне настолько жалко вообще все эти приставки. И мы с вами увидели, что это не приводит ни к чему хорошему. На самом деле, наличие охлаждения не всегда делает хорошо для приставки. И эта приставка не начинает работать лучше, а просто она становится прохладнее. Поэтому мы перед тем, как задуматься об охлаждении, включаем троттлинг в тест и смотрим, на какой температуре наша приставка начинает троттлить. И если вы в процессе обыкновенного использования приставки не достигаете порога троттлинга, поэтому забейте и вообще ничего с этим не делайте. Так что, если вам нравится, что я делаю, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!